Женя Кот, про Котов, кстати, Юра тоже рассказывал, из компании Райк. Женя расскажет про то, как разработчики превращаются в тимлидов, а далее в топ-менеджеров. И что ждет тимлида на этих этапах становления. Ведь доля топ-менеджмента, она далеко не такая сладкая, как может показаться со стороны. Итак, Женя, добро пожаловать. Здравствуйте, Саша. Категорически приветствую. Категорически приветствую. Спасибо. Все, теперь сцена моя. Всем привет, всем привет. Привет. Кстати, говоря про страхи, самый большой страх спикера – это то, что ты приходишь рассказывать свой самый замечательный в мире доклад. В зале 5 человек. Я пришел рассказывать доклад. В зале 1, 2, 3, 4, 5 человек. Но я надеюсь, что если вам будет заходить доклад, вы можете ставить всякие эмоджи, смайлики в чат. Я их увижу. И мне будет приятно. Я буду знать, что вы со мной, а я с вами. Вы, кстати, все ребята тоже можете улыбаться, если вам вдруг нравится. Ну что, пришла пора. Так, этот слайд мы проматываем. Вы его потом можете увидеть, когда вы откроете эти слайды в онлайн формате. Я действительно Женя, я действительно кот. Я директор по развитию компании Rike. Мы делаем Project Management Solution, но это не так важно, потому что сегодня я буду говорить про кое-что совершенно иное. Если вы ждете, что я буду делиться бесценным опытом, давать советы и книжки, то, может быть, но вообще нет. Потому что сегодня мы будем говорить кое-очем очень странным. «Догорая дотла, как ахейская шапка на воре, тает в небе луна, и на берег бросается море, где сидит человек, отирая соленую влагу. Он когда-то спешил, он вернуться мечтал на Итаку». Вообще в греческой мифологии есть два занимательных момента. Первый — это то, что все истории начинаются с того, что Зев спит с кем угодно, кроме своей жены Геры. А второй — в том, что боги на протяжении веков пьют, ругаются, дерутся, делают все, что угодно. И при этом им все сходит с рук, потому что они же боги, им все можно. А если смертный попробует сделать то же самое, то его съест какое-нибудь чудовище. И я подумал, а нет ли вот того же самого в IT? У нас есть простые смертные работяги, соль земли, разработчики и разработчицы, и где-то там наверху есть VPO, CTO, ГМО, СИО и прочие трехбуквенные люди. И чего они делают совершенно и абсолютно непонятно. Поэтому сегодня мы услышим историю. Вы услышите, я ее слышал до этого. И в каждой истории должен быть герой. И все докладчики обычно рассказывают про таких накачанных дядек и тетек, которые несут на плечах целые компании, продакшены. Продакшен вонючий и с клыками, еще и кусается. Но вот они как-то справляются, все проблемы преодолевают. И, наконец, наш сегодняшний герой, возможно, в будущем когда-нибудь, его назовут Одиссей, но сегодня он просто Оди. Начинал с бэкэнда, был простым работягой тем самым, шел, 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 потом он перешел еще куда-то, стал тем лидом, переодолел этот страх, будучи менеджером. Но все равно как-то там шатка-валка был в разработке. И даже писал код. И в целом сидел, жил себе в ус не дул, но как-то раз его, в общем, это прижало. Однажды Оди понял, что он выгорел. И что мы делаем, когда мы выгораем? Ну, наверное, очевидно, мы грустим. А потом мы делаем, ну, примерно вот как в твитте Дэна Абрамова. Кстати, если вы не знаете, кто такой Дэн Абрамов, это из фронт-энда, неважно, они каждый год новые, можно не запоминать. Он рассказал, попросил, расскажите о своем самом большом вкладе в оптимизацию проекта. И, конечно же, самый большой вклад – это уволиться. Ну, в итоге каждый раз, когда он выгорал, он прыгал с компании в компанию, туда-сюда и, в общем, как-то увольнялся. Но большая проблема менеджмента в том, что разработчики, они примерно как морковка. Там корешки небольшие, то есть ты, ну, надоел, взял просто, выдрался из земли, встал, пошел, ну, вот морковка с ногами. Все прекрасно понимают, как это выглядит. А когда ты уже менеджер, ты уже скорее как какой-то, ну, из стана корнеплодов ты переходишь в какой-то кустарник, ну, или, может быть, дерево, корни разрастаются, и просто так выдраться уже сложно. Поэтому, вот я понял, что выгорел, написал начальнику, что увольняется и пошел в бар. Очень грустный, и в итоге стал директором. И сегодня мы об этой истории и поговорим. Но перед этим я уже вижу ваши лица, виртуальные лица, и, по крайней мере, я вижу лица некоторых людей, которые сидят в этом зале, и они говорят, зачем нам все это? Я разработчик или разработчица. Или я там темлит, я не пойду никуда вот в эти там. Дали какие-то CTO, VP, инжиниринг, директора и прочее. Это все, ну, не для меня, я не хочу. Вопрос, зачем нам все это? И это очень каперсный вопрос. Я в детстве очень хотел попробовать вот именно такой каперсник. Это бутоны, растения, каперсник горный, очень вкусная штука, но их не было нигде. Они были только где-то в телевизоре, у нас их не было. И потом, когда я уже вырос, я взял и попробовал. Оказалось, что это редкостная гадость, просто отвратительная штука. Но я бы об этом не узнал, если бы я не попробовал. Соответственно, то же самое происходит и в топ-менеджмент. Пока не попробуете, не узнаете. Но так как эта дорога длинная, я вам попробую ее рассказать вкратце. И второе, это то, что жизнь разработчиков описана очень хорошо. Каждый об этом рассказывает. И сегодня были доклады, и хорошие доклады, и замечательные доклады. Но что там творится на верху, это такая терра инкогнито. Слайды поломались, ничего. Они на джаваскрипте просто написаны. Поэтому это так бывает. Жизнь разработчиков, жизнь топ-менеджмента, терра инкогнито, мы вообще не знаем, что там происходит. И самое последнее, почему об этом стоит послушать, это пять стремных вопросов на собесах. Вот мы все знаем, да? Топ-пять самых стремных вопросов на собесах. Кстати, напишите в чат самый стремный вопрос на собеседовании. Ну, я надеюсь, что он там без мата, приличный, коды в контакт. Ну, естественно, это почему вы выбрали нашу компанию. Ну, вы больные, что ли, вы меня сами позвали. Второе, ваши слабые стороны. Я обычно всегда смотрю с надрывом и говорю, знаете, очень люблю работать. Не могу прям вот по 20 часов в сутки работаю на благо компании, и денег почти не прошу. Потом ваши зарплатные ожидания. Ну, тут понятно, как в покере. Кто первый вскрылся, тот и проиграл. Что выведет этот код? Тоже, да. А если у меня в голове есть ассемблер, компилятор, это было бы прикольно. Ну, последний. Кем вы видите себя через пять лет? Тоже замечательный вопрос. Так вот, все эти вопросы на самом деле клевые. Ну, кроме того, что вы видите этот код, это дебильный вопрос. Потому что они все играют на одну такую замечательную вещь, как… Как… Оп. Как… Ну, ладно. Как осознанность. В общем, что такое осознанность? Я вам сейчас цитаты из Википедии. Тут можно не читать. Тут многое сложное и, в общем, непонятно. В общем, нервная система. У нас есть… Представь себе, что вы компьютер. И у вас есть нервная система. Это некая шина, которая служит для передачи сигналов, а также она регулирует уровень внимания. У вас есть периферия. Это ваши глаза, уши, рот и всякое такое. Вот. И там можно кнопочку F нажать, чтобы оно перепрыгнуло. Ну, ладно. Нет. У нас тут это со слайдами немножко. Сейчас. Я вам пока анекдот расскажу. Значит, почему разработчики, приходя на стендап-шоу, не смеются? Потому что они по привычке мьютят микрофон, когда приходят на стендап. Вот знаешь, этот… Да, да, все, все, все. Все, можно дальше не это. Тут у меня шутка похерилась. В общем, вот этот дядька Акифалой, это безголовый человек, потому что греки думали, что люди думают в животом. Ну, то есть, что мозг, то, чем мы думаем, оно в животе. Поэтому голова вам, в принципе, не нужна. Это мой самый любимый персонаж в греческой мифологии, потому что иногда смотришь на чужой кот и понимаешь, что действительно можно думать и без головы. Так вот, ваша нервная система. Возвращаемся к нервной системе. Если бы она не работала, то сигнал от периферии, то есть от глаз, от ушей и от прочих нервных окончаний был бы такой сильный, его было бы так много, что ваши лобные доли бы не справились. Потому что они не такие сильные, не такие вкачанные. Это можно победить во всяких разных состояниях, которые мы не можем говорить в прямом эфире. Но в целом нервная система делает все, что угодно, чтобы вас отвлечь, чтобы вы, не дай бог, не работали на всю. Ну, знаете, когда ты ночью спишь, и мозг такой, ты что, спишь? Ну да, сплю. А помнишь тот собес три года назад? Вот примерно тогда и просыпается ваша осознанность. Так вот, вы можете спросить. Ну вот мы как Сизиф постоянно думаем, думая о чем-то думаем. На самом деле ни о чем мы и не думаем. Мы постоянно перерабатываем какую-то информацию. И как связана осознанность, топ-менеджмент, ну или просто менеджмент, IT. И как вот это все, зачем я вам опять это все говорю? Это тоже хороший вопрос. На самом деле у меня есть тезис. Вы с ним можете быть полностью не согласны. И я вижу вот возмущенные глаза всех наших коллег здесь. Большинство айтишников вообще не понимают, что происходит. Мы не осознаем свою карьеру. Мы не понимаем, куда мы идем. А почему? Потому что есть две таких вещи. All-inclusive развитие. Это если вы когда-нибудь были в какой-нибудь там Турции или Египте по горящим путевкам, вы понимаете, что ты приезжая в этот All-inclusive отель, ты ни о чем вообще не думаешь. Там есть аниматоры, там есть какие-то люди, тебе все приносят. Завтрак, обед, ужин, все включено. И ты в целом ни о чем не думаешь. Так вот, мы как разработчики после трех лет, четырех лет, когда мы уже сеньоры или полгода, если вы джава-скриптеры, то мы уже в целом не особо выбираем, куда мы идем. Уже HR, рекрутеры приносят нам все на блюдечки. Потому что кадровый голод такой большой, что мы можем в целом не думать о том, куда мы идем, чего мы развиваемся. То есть приходят HR и говорят, слушай, у нас тут есть тимлидский пост, ты самый крутой разработчик, как менеджер ты никакой, но они вам об этом не скажут. Ну, давай ты станешь тимлидом. Ну, а что остается? Да, так вот, Оди делал примерно то же самое. Он не особо думал, ну, понятно, когда он был джуниором, он думал, но потом постепенно он как бы вроде что-то предлагает, грех отказываться. И так шел, шел, шел и шел и пришел. И второй момент, почему мы не думаем в целом, потому что думать как бы больно. Можно, конечно, немножко это пригубить, но я вам об этом не говорил. Так вот, в тот самый момент, когда Оди пришел в бар, видимо, там что-то было такое интересное, он пригубил и начал думать. Начал думать вообще о том, куда он идет, что с ним происходит, зачем ему этот менеджмент. И, в общем, он подумал о сотворении мира. Значит, мир сначала был темен, бесформен, но вообще там было не очень, потому что ходишь, спотыкаешься за тумбочки, и боги сотворили свет. Но просто свет был тупо, поэтому они напихали планет, там пришельцы, всего прочего, и стало нормально. Было все равно пустовато, они сделали солнце, землю. Кстати, шах и мат круглоземельцы, те, кто считают, что земля шар, потому что она бы скатилась со спин слонов, ну типа тупо. Потом населили людьми, все было хорошо, люди были равны. Это было бирюзовое человечество, потому что все равны, все хорошо, но оказалось внезапно, что люди не равны. Вот реально, посмотрите, у них там три пикселя между людьми, они вообще не равны. Если люди не равны, есть еще такая штука, как ресурс. Ну вот не такой, как в героях, помните, раньше были герои, и вот месяц вы работали без выходных, ваш менеджер предлагает вам награду на выбор, опыт или опыт. И на этот бесценный опыт вы приобрели навык не работать с мудаками. Ну вот ресурс вот такой, куча золота. В каждой компании есть куча золота, есть какой-то дракон, который сидит и это примерно распределяет. И получается, если у нас есть, что люди не равны, они с разными качествами, кто-то умнее, кто-то глупее, кто-то более интроверт, кто-то менее интроверт, кто-то лучше говорит, кто-то лучше делает. Есть большая куча денег. Что происходит? Что появляется? Жду ответов из зала. Ладно, ответов из зала не будет. Появляется иерархия. Я, кстати, серьезно, можно подключаться. Появляется иерархия. И как это выглядит в идеальном случае? У нас есть SEO, ну тот, кто придумал. Тут, кстати, не так давно, года четыре назад, ребята придумали, вот есть Uber, есть Uber Share в Америке. То есть ты говоришь, я не из точки А в точку Б поеду за большие деньги. Я поеду примерно из точки А примерно в точку Б. И со мной еще попутчики будут. Зато дешево. Мы делим там на четверых, на пятерых. Они придумали, а что если тачка будет больше, и, короче, люди будут садиться в каких-то специальных назначенных точках, не рандомных, а каких-то вот специальных. Ну, в общем, они изобрели автобус. Так вот, какое-то гениальное SEO. У меня есть суперидея, и я хочу ее сделать. Но я не программист, я нанимаю программистов. И все вроде работает нормально, я им рассказываю, что нужно сделать, они там что-то делают, но работает не очень, потому что если программистов становится больше, то SEO начинает ломаться. И, во-вторых, SEO не говорит вот на этом каком-то птичьем языке. То есть он приходит, говорит, давайте сделаем продукт, который самый лучший, который завоюет бизнес. Они в ответ говорят, слушай, докер там в контейнере не поднимается, у нас Амазон и лямбда повисли, в общем, ничего не работает, непонятно, что они говорят. Тогда он нанимает СТО. СТО – это человек, который вроде как бы может говорить с программистами на их языке и примерно похож на SEO. И, в общем, эта иерархия растет, растет, у нас есть все четко, все по полочкам, все красиво, идеально работает, но по историческим причинам обычно происходит что-то типа того. И эти два приходят такие, что у нас происходит в компании, я не понимаю. И тогда появляются топ-менеджеры. Вообще топ-менеджмент – это такая непонятная штука, потому что если, например, вы открыли лавку, которую делают бургеры, ну просто такой вагончик, вы, значит, и бургеры делаете, и лук жарите, и деньги отдаете, ну и получаете всю прибыль. Да, вы как бы топ-менеджер. Но потом постепенно начинается, цепочка растягивается, у вас начинаются еще люди, еще или еще, и топ-менеджеры, сейчас мы поговорим, кто это такие. Кстати, если вам кажется, что я говорю очень быстро, это действительно так, потому что я хочу успеть вам рассказать как можно быстрее и как можно больше, поэтому можете потом на ютубе включить 0.25 скорость воспроизведения и слушать. Так вот, кто такие топ-менеджеры? Топ-менеджеры отвечают на вопрос, что и как, как и все мы. И, например, джуниор, ну не отвечают на вопрос ни что, ни как, потому что, ну вот такой вот он, джуниор. Потом постепенно какалка, вы простите, она как бы растет, штоколка растет поменьше. Потом сеньор, он уже знает, как можно, как надо сделать, что делать, ну он так примерно понимает. Архитектор, он точно знает, что надо делать, в смысле, как надо делать, но что, ну тоже, чего-то там. Менеджеры, в другую сторону, они, у них вот эта какалка, она чуть-чуть меньше становится, а штоколка, она растет. И в пределе топ-менеджера тот, который знает, тот человек, который точно знает, что сделать, не очень представляет, как, может быть, если только он вышел там откуда-то из инженеров, но тем не менее, не очень знает. И есть, правда, один такой бесячий тип топ-менеджеров, который не знает, что и не знает, как, но точно знает, что не так. Так вот, топ-менеджеры появляются тогда, когда у нас нужно что-то делегировать, когда у нас основатель компании не может все сам сделать или сама. И, собственно, они бывают функциональны не совсем, я сейчас вам про это расскажу, но в целом топ-менеджер – это у того, у кого сверху гораздо меньше, чем снизу. Ну, логично, над вами, если там еще 50 левелов, я слышал у Фейсбука чего-то вроде ста директоров по разработке, то есть там каждый маленький юнит директор по разработке. Это немножко странно. Потом есть специализация, не всегда, и вот есть вот эти самые специализированные, например, директор по КУА, директор по развитию, директор по бэкэнду, директор по джаве, еще чего-нибудь там такое, по красивым шкуркам. Заинтересованный результат. Естественно, все топ-менеджеры сидят на стоках, опционах, и всем прочим, потому что от Валира и работать работу это не очень работает, поэтому почти все они получают так или иначе. Самая честная вещь это revenue share, то есть ты получаешь часть доходов от компании, так или иначе. Ну и последний имеет ультимативные полномочия. И здесь самое такое интересное, потому что тут, если вы видите, есть кавычечки красные, потому что часто бывает, что ты топ-менеджер, а полномочий у тебя нет. Какие выводы из этого наш замечательный герой, сидя в баре, попивая сок томатный, сделал? До этого он был достаточно таким разработчиком, наивным. Ну типа менеджеры не нужны, разработчики сами все сделают, а ты менеджер, просто какая-то шушера, которая что-то там делает, в общем, неинтересно. Под влиянием томатного сока и лет, когда он, годов, годов летов, господи, русский язык, под влиянием тех лет, что он провел в разработке, он понял, что надо что-то с этим делать. И, во-первых, люди не равны, справедливости нет, сейчас надо сгустить краски, без менеджеров никак, потому что вот эта иерархия сама по себе не работает. Можно спорить со мной в чатах, где угодно, я считаю, что бирюзовая организация не работает. И если уж расти в менеджмент, то наверх. Поэтому он что сделал? Взял, написал самому главному менеджеру, тут не очень понятно, что написано, я вам сейчас переведу, тут после томатного сока, было не очень понятно. Давайте откроем новое, я его буду развивать. И получил с утра уже, к ужасу своему, помимо похмелья, он получил ответ окей. Все, началась прямо лафа, стало супер, он стал директором, вроде конец истории. И я вам сейчас расскажу, как стать руководителем отдела. Первое, заходишь в отдел, выявляешь самого крупного сотрудника отдела, это наверняка руководитель. Подавляешь его, бэм, теперь ты руководитель отдела. Это Егор, он наш руководитель отдела маркетинга. Спасибо, Шкеа, ее иллюстрации всегда самые лучшие. Видите, какой круглый и довольный. И вы, наверное, тоже спрашиваете, ну реально, ладно, давай без рофлов, без шуток, как стать высоким начальником, потому что там не жизнь, а малина. Как стать руководителем? Первое, вам нужно свободное место, второе, доверие, и третье, личное качество. Бэм, вы начальник разработки или еще кто-нибудь. И так действительно работает, почти всегда так работает, но не у нас. Есть такое замечательное издательство, Иванов Ман и Фарбер, они издали книжки 20 лучших книг по менеджменту. Очень советую, просто гуглите, там 20 книг по менеджменту. Как вы думаете, сколько из них написано с учетом нашей постсоветской специфики? Сколько? Да ты видел этот доклад. Ладно, на самом деле действительно две, он показал две. Первое, это 45 татуировок менеджера, и второе, это бизнес как игра от создателей МОС игры. И в чем проблема? Есть замечательный сайт, такой LevelsFYI, где расписаны все левелы, фанга, то есть фейсбука, амазона, какого-то, мета, нет, фейсбука больше нет, мета. И там написано, чтобы перейти на новый уровень, тебе нужны такие качества, свободное место, оно почти всегда есть в больших компаниях, все круто. Но у нас почему-то это работает не так. Ну вот оно так не работает. И это поистине философский вопрос, почему оно работает у нас не так. Вот почему у нас не так, я вас спрашиваю. В чем наша проблема? Наша проблема. Дело в том, что тут сейчас долгие кадры, я вам сейчас расскажу, как это все было. Дело в том, что у нас была инженерия много лет назад, сейчас надо покряхтеть по-стариковски, вспомнить 50-е годы. У нас была инженерия, все работало неплохо, и были четкие, ясные критерии, как, например, стать начальником какого-нибудь НИИ, Нитро и все прочее. Понятно, что там были свои приколы, но потом пришли 90-е, и все это обнулилось. По сути, можете представить поле, которое просто сравняли с землей, и там что-то начало расти. Что-то посильнее росло посильнее, что-то послабее не выросло, и тем не менее сейчас мы видим наследие этого обнуления, простите, как его еще назвать, в том, что у нас есть большое количество таких компаний, которые, конечно, есть очень клевые компании, которые берут уровни с запада, там все прозрачно, структура, все понятно, как переходить, но разработчики из Кремниевой долины наверное ужаснутся, когда увидят, что у нас есть госструктура, у нас есть банки, у нас есть семейный бизнес, есть мелкий аутсорс. Кстати, семейный бизнес, я не очень понимаю, что такое. Для меня семейный бизнес, это когда ты делаешь багу на проде, и тебе отдел КОА подсылает лошадиную голову с запиской, типа, тебе привет от мистера Сальери, так больше не делай. Так вот, дело в том, что у нас есть вот все эти вещи, где, скажем так, просто так вырасти в топ-менеджмент сложно, потому что, ну, но тем не менее тоже возможно, я вам сейчас расскажу, как это сделать, за пять простых путей. Первый способ, который есть, это, я вообще не знаю как, это Акифалой, вот мой любимый персонаж, теперь самый мемный, но на самом деле это пойти по головам. Способ так себе, потому что он ведет, если в компании это разрешено, то есть реально есть карьеристы, которые бегут по головам и в конце концов выбиваются в люди, это ведет к вот такому закону, называется дистилляция мудаков, потому что, ну, они как бы сгущаются, наверх всплывают, потом, соответственно, те, кто снизу, они тоже как-то всплывают, и получается не очень. Второй способ, это быть фанатиком. Такое, кстати, часто работает, в разработке особенно, если, например, ну, вы знаете, есть программисты, которые дико фанатичны по, не знаю, по чистому коду или еще почему-нибудь, это сразу такой звоночек для руководства, что этот человек будет предан делу прямо до глубины костей, просто будет по 25 часов в сутки фигачить, и потом, я видел достаточно много примеров, где люди выбивались в люди, ну, так вот бывает, будучи совершенно упоротыми по какой-то теме, например, там, директора ПКУА абсолютно беспощадные к багам или к качеству, к чему-нибудь такому. Это тоже возможно. Единственное, когда вы фанатик, это нельзя выключить. Ну, типа, ну, вот я пойду в отпуск, и там без меня все сделают. Ну, нифига, обычно люди такого сорта, они не ходят в отпуск, и под ними тоже не ходят в отпуск. Но это тоже возможно. Еще один способ, этот метод Камня, очень люблю его. Ты, короче, сидишь в организации, делаешь, ну, что-то делаешь, чтобы тебя не увольняли, ну, так, напрягаешься. Потом организация растет, и все-таки, ну, у вас Вася сидит уже 10 лет, давайте его повысим. Потом еще, 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 еще. Я видел в разных компаниях, в которых я работал до этого, были такие случаи, когда весь отдел просто все уходили, ну, по какой-то причине. Один человек оставался, он становился новым начальником, никто не понимал, что он делает, что он делает, что он делает, что он делает. Короче, никто не понимал, кто это и почему он здесь сидит, но тем не менее, у него была большая лычка, и он там мог затеряться в сетях интерпрайза. И такое работает чаще в интерпрайзе. Ну, и последнее, это варп. Собственно, как случилось с содей, он как-то так вот удачно попал, что телепортировался сразу же на другое место работы. И это примерно работает так. Вот есть такой график. Я не знаю, как обозначить мощь. Ну, то есть вы растете по карьерной лестнице, ну, пускай будет мощь. Вот вы растете, потом выходите на некое плато, и самый лучший способ для повышения, это просто уволиться и перейти в другую компанию поменьше, где вы получите лычки повыше, потом в этой компании поработать немножко, потом уволиться и с этой же самой лычкой, то есть какого-нибудь там, не знаю, сеньор-менеджера перейти в компанию побольше, и так вот это работает. Дело тоже неплохое. Ну, только варп опасен тем, что можно врезаться в сену, если играли в эту замечательную игру, вот там был такой варп, когда ты вроде ушел, а тебя в ту компанию не взяли. И когда ты топ-менеджер, все происходит очень круто. Конечно, это просто не жизнь, а лафа. Сиди себе, ничего не делай, у тебя зарплата огромная, денег много, прикольно. Вот этот вот молодой человек, это, я забыл его имя, у меня, короче, было записано, там сложное, сложное греческое имя. Он написал вот эту цитату, «Код лицит Йови, нон лицит Бови», то, что дозволено быку, не дозволено, то, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, и наоборот, там про похищение Европы, про то, что с одной стороны, Юпитер не мог похитить, как Бог не мог похитить Европу, а с другой стороны, он мог обернуться быком и похитить Европу. В общем, это очень запутанная цитата, но я вам расскажу байку про монитор. Когда Оди только получил свою большую должность, он захотел, ну, что-то захотелось ему большой 8К-монитор, и он пошел к IT-опсам, ну, людям, которые выдают мониторы, и говорит, вот, ребята, я хочу такой монитор, и говорит, ну, ну, окей, нам нужен, вернее, он говорит, вам нужен аппроф? Они такие, ну, наверное, нужен. Он пошел к своему большому начальнику СТО, и говорит, ты что, типа, ты сам директор, сам себе аппроф? И он понял, ага, значит, можно себе аппрофить все, что угодно, и с тех пор у него стало очень много 8К-мониторов. Ну, один на самом деле, но, в общем, это работает так, что, конечно, когда вы на какой-то большой должности, вам дозволено куда больше, чем кем-то другим. И вроде все хорошо, и вроде все было шикарно, и вроде все работало прекрасно, замечательно, но потом, началась такая штука. Есть такая вещь, русская поговорка, царь чихнет, мужик утрется, но и не царь, и не мужик, и не чихнет, и не утрется, но вообще, когда вы топ-менеджер, каждое ваше слово может отзываться очень далеко. У меня была такая история, на один стендап пришел топ-менеджер Си-левела, и просто так обронил, говорит, ну, ребята, что-то не впечатляет, ну, вот как-то медленновато все идет, ну, просто сказал. В итоге ребята все собрались, у них было две недели овертаймов, то есть они работали без выходных, они заделиврили на продакшн, супер фичу, просто не спали, выгорели все капитально, потом следующий стендап приходит, вот, вот мы сделали. И Си-левел менеджер говорит, ну, прикольно, а типа, а зачем вы так упорывались? Говорит, так ты же сам скажешь, он говорит, я не говорил. Так что эта штука опасная, и на самом деле прыгать в топ-менеджеры может привести вас к вот такой штуке, когда вы, ты должен улыбаться больше, и потом бэм, и земля, в общем. Короче, онлайн – это симулятор плохого стендапа, когда ты говоришь шутку, и весь зал такой просто сидит, никто не смеется. Но я надеюсь, что вы там как-то подхихикиваете у себя, сидя за своими мониторами. Так вот, проработав какое-то время, Оди понял, что вообще-то это какое-то греческое слово непонятное, я не знаю, как оно переводится, ну, тут греческие какие-то буквы. Так вот, про непонятное греческое слово. Оказалось, оказалось, что то, что мы думали про топ-менеджеров, что там все хорошо, и ты можешь просто одним щелчком делать импакт, оказалось, что оно все, ну, не совсем так. В своей замечательной книге Генри Минсберг есть такой дядька, очень клевый, всем советую почитать, он профессор в канадском университете, и он исследует менеджмент. И именно он, кстати, такую парадоксальную вещь для 80-х просто всех бомбило. Он сказал, что менеджмент, раньше все считали, что менеджмент, это просто наука, ты прочитал книжек, это механистическая вещь, ты прочитал много книжек, бэм, ты хороший менеджер. Он сказал, что нифига, конечно, какая-то часть в этом есть, но вообще менеджмент, это искусство. И без жизненного опыта, без какого-то, ну, может ли бездушная машина нарисовать картину, а ты? Так вот, без какого-то жизненного опыта быть менеджером очень сложно. И он в своей замечательной книге «100 менеджерских моделей» там была такая цитата, что в своих ранних исследованиях Минсберг выяснил, на что именно тратили рабочее время топ-менеджеры. Оказалось, что они не как полководцы двигали войска туда-сюда, направо-налево, выделяли мышкой юнитов, посадлали лес рубить, нифига. Это все миф. А в реальности, я просто читаю вам, большую часть времени, большую часть рабочего времени топ-менеджеры проводят, решая срочный вопрос, закрывая неожиданные проблемы и отвечая на телефонные звонки. Если вы попробуете, например, какому-то топ-менеджеру впихнуть полчаса митинга, у вас это не получится. Оказалось, что большую часть времени ты просто тушишь пожары, которые то и дело там и сям возникают. Никакой стратегии речи не идет. И вообще идеальный топ-менеджер, он состоит на одну треть из планировщиков, конечно, нужно все планировать, на одну треть из кризис-менеджера, потому что кризис постоянен, и на одну треть из психопата. Почему из психопата? Потому что вообще психопаты становятся самыми лучшими политиками и топ-менеджерами, потому что у них нет эмпатии. Одя, когда только пришел на свою должность, к нему приходили люди и говорили, вот теперь все проблемы будут решены. Они приходили, он говорит, да, ребята, я с вами, я сейчас, я же свой, я ребятушки, я из разработки, и пытался решать проблемы, пытался, пытался, пока не понял, что он в целом закапывается еще и еще и еще больше и помочь никому не может. Поэтому хороший топ-менеджер это психопат. Так получается. Так, сейчас. Ну, и вот эта вот иерархическая модель, красивая, где каждый под каждым, где тебе докладывают какие-нибудь там тим-леды, она на самом деле весьма утопична, потому что чаще всего происходит вот такая вещь, организационный разрыв. Это когда у вас есть топ-менеджмент, которому репортят какие-то там средние менеджеры, потом еще и еще, и начиная от какого-то уровня топ-менеджмент начинает удаляться. И мы начинаем понимать, что мы ничего не понимаем. Потому что ты, когда ты разработчик, ты понимаешь, как работает продукт, как работает все, потом ты становишься сим-ледом, ты примерно тоже понимаешь, но когда у тебя постоянные звонки, ты видишь какую-то верхушку адберга, а под ним творится что-то непонятное. И получать эту информацию крайне сложно. Часто даже невозможно. Именно для этого делают всякие разные формы обратной связи, one-to-one и через слои. В общем, происходит много чего, но часто так бывает, не всегда и не во всех компаниях, что случается организационный разрыв. И, кстати, всем советую замечательную книжку «Прыгни выше головы». Там говорится как раз про то, что делать, если вы топ-менеджер, и вы вообще потеряли связь с реальностью, оторвались от земли и где-то там парите в мире розовых по ней единорогов. Вы Цукерберг и считаете, что мы построим мета-юниверс, а в самом Фейсбуке 10 или нет, 9 или 8 протоколов связи между бэк-эндом и фронт-эндом, потому что они не смогли договориться. Ну, конечно, мы построим мета-верс, всех VR и выдадим и все прочее. Очень хорошая книжка. Ну и под конец. У меня осталось сколько времени? Хорошо, никто не знает. Сколько-то времени осталось? Хорошо, две минуты. Ладно, самое страшное, что я вам хотел рассказать. Вот есть ваш график вашей карьеры. Мощь, время, она идет, вы растете, постепенно растете, растете, растете. Иногда случаются вот такие казусы. Ну, такое тоже бывает. У вас такого не будет. Вот, это посылая лучи энергии, что у вас такого не будет. Но есть замечательная вот долина такая, sweet spot, когда у тебя жизни, чем больше у тебя карьеры, тем меньше у тебя жизни. У тебя жизнь, ну, как бы, вроде ее чуть меньше стало, но при этом нормально. Есть еще время для хобби, время для того, для сего. При этом денег и карьеры у тебя достаточно для всего. И вот эта вот замечательная золотая точка, она очень трудно уловима. Все топ-менеджеры, я спрашивал много людей, я не скажу сколько там, ну сотни. Я спрашивал, а вот work-life balance, он вообще есть? В приватном разговоре все говорили, ну, как бы это work-work balance. Он вроде есть, но на самом деле нет. И поэтому, завершая, у меня остается последняя минута, я бы хотел вам, наконец, сказать кое-что. Вообще, хотел ли я сегодня прыгать по сцене, как Ника Вучич, хлопать в ладоши и говорить, что у вас все получится, перед вами море возможностей? Ну, хотел, но на самом деле не у всех есть море возможностей. Может быть, вам повезет, может быть, не повезет. С другой стороны, хотел ли я плакаться и говорить, нет, топ-менеджерам не надо становиться, они все грустные, несчастные, они все перерабатывают, они все повязаны с работой так крепко, что их уже не выдернуть из земли. Нет, тоже не хотел. На самом деле, я хотел вам пожелать такую вещь, что выходя в это большое открытое море, там есть рифы, там есть какие-то русалки, и там есть чудища морские, я вам хотел пожелать, чтобы вы всегда понимали, куда вы идете, чтобы у вас было направление, и чтобы вы могли сами себе и всем окружающим ответить на такой глупый вопрос, но при этом он хороший. А кем я себя вижу через пять лет? И на этом я завершаю. И вот он выходит на берег, тоскою и вымыслом полный, и торопит ночами, и гонит огромные волны, и по лунной дороге навстречу эгейскому мраку, опускает лицо и плывет на Итаку. Спасибо вам большое. С вами был Евгений Кот. Было приятно вас видеть, слышать, и подписывайтесь на мой твиттер, он вот такой, вот там синяя птичка, я иногда пишу всякую фигню. Спасибо. Супер, спасибо.